Такой ажиотаж в аэропорту Домодедово связан с возвращением национальной команды с мирового чемпионата WorldSkills. Он проходил в Казани и по итогам в общекомбанном зачете Россия заняла второе место, завоевав 14 золотых, 4 серебряных и столько же бронзовых медалей. Повсюду цветы, флаги родных регионов, репетиции кричалок и уже нетерпеливые ожидания. Здесь каждый встречает своего чемпиона. Владимир Бабушкин, студент Липецкого индустриально-строительного колледжа. Он победитель, сварщик. Чемпион мира. Кто такой Максим? Это ученик нашего колледжа, который победил на соревнованиях PowerSkills. Он автомеханик, занял призовое место. Но от той, кто совершила без преувеличения триумф и уже вписала свое имя, в историю 45-го мирового чемпионата здесь говорит каждый регион России. Были в Казани сами, смотрели чемпионат в восторге и знаем, что девушка из Ярославской области стала самой лучшей, получила самый высший балл. У нас впечатление море. Это надо видеть всем, кто имеет к этому отношения, не имеет. А когда мы узнаем, что наши ребята становятся победителями, призерами, это ни с чем не передаваемое ощущение. Это Олимпиада для нас. Ту самую девушку из Ярославля в аэропорту встречает супруг Виктор. На протяжении всех соревновательных дней был в Казани вместе с Настей и следил за каждым ее шагом на пути к виде стола. Так как она участвовала на площадках и туда вход был запрещен, поэтому мы все это наблюдали, переживали и поддерживали ее через ограждение. Хоть они не должны подавать сигналы нам, то есть мы не должны с ними общаться никак, но я думаю, что она это ощущала и видела нашу поддержку. Эмоции просто не описать, но слезы я не смог сдержать, поэтому да, это было вообще переполнено, то есть я очень рад за нее, я очень сильно ей горжусь и люблю. Самолет лишь коснулся земли, а армия болельщиков уже наготове. Настя, мы тебя ждем! Камнева, ты лучшая! Именно эти ребята лучшие профессионалы мира, они вновь это доказали всей планете. За призыв столицы Казахстана боролись 63 странные 1300 участников. Жесткая конкурентная среда, которая в этом году увеличила масштаб. Во-первых, новая компетенция, кибермаркасность, это боролито, это боролито, это боролито, это боролито, это боролито. И для нас очень приятно, что самый лучший участник, лучший голодный, это российский участник. Она не просто набрала максимальное число баллов и взяла свое золото. Анастасия стала первой россиянкой, которая завоевала главную награду международного движения WorldSkills. Да, я готовилась целый год в качестве тренировок. Я участвовала на многих чемпионатах национального уровня, чтобы научиться бороться с какими-то стрессовыми ситуациями и набивать руку, работая на незнакомых площадках. Я не думаю, что я готова попрощаться с WorldSkills. Я буду дальше сотрудничать, помогать развитию своей компетенции. Минимум сна и максимум отдачи. Даже после такого режима Настя сияет. Не скрывает, похудела и действительно устала, но поддержка семьи, вера в ее успех, предавалась им. Это сборная России! Эй! Эй! И по программе в течение ближайших четырех дней вся сборная России будет находиться в Москве. Возможно, состоится еще одна встреча с президентом Владимиром Путиным. После ребята разъедутся по своим родным регионам. Но, несмотря на тот жесткий график, который был в последние дни, вся команда признается, прощаться с WorldSkills совсем не хочется. Александра Панкратова, Евгений Бушуев. День событий. Субтитры создавал DimaTorzok